Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня исполняющий обязанности главного врача филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области, в городах Лосино-Петровске, Фрязин, Корлев, Юбилейный и Щелковском районе, Наталья Новикова. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Я все перечислил, да? Такая длинная должность. Звездный городок забыл, по-моему. У нас названий нет. Нет. Ну, в общем, официально я вас правильно представил. Очень приятно вас видеть. Давайте сразу поясним нашим зрителям вообще структуру, чем занимается ваш Центр гигиены и эпидемиологии. Я знаю, что вы находитесь в одном здании вместе с управлением Роспотребнадзора. Год назад в программе «Диалог» была начальник управления и главный санитарный врач Марина Леонидовна Голованева. Вот. А сегодня, в этом году вы пришли, но я думаю, что вы как-то взаимодействуете достаточно близко, если можно, чуть более подробно. Да, вот ваша связь с управлением Роспотребнадзора. Я поняла. Но мы работаем в тесном контакте, потому что служба у нас одна. И называется она Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. И вот внутри этой службы есть разделение. Есть Роспотребнадзор, который занимается надзорной функцией. И есть Центр гигиены и эпидемиологии. Это мы, кто занимается экспертизой, проведением лабораторных исследований, замеров и испытаний. Взаимодействие наше осуществляется по поручениям территориального отдела, которые они спускают нам в виде государственного задания. Когда у них идет надзор за каким-либо предприятием или учреждением или субъектом, они спускают нам поручения, где имеется программа лабораторного контроля. И они пишут, что на этом объекте нужно провести вот такие-такие лабораторные исследования, замеры и при необходимости проведение экспертизы. То есть вы такая своеобразная исполнительная власть. Да, да, да. Наша основная задача – это обеспечить деятельность Роспотребнадзора. Ну, а если можно, вот вы уже сказали, да, что вы занимаетесь практической работой, я имею в виду, да, экспертизы, анализы и так далее. Ну, а вообще, вот основные направления деятельности Центра гигиены и эпидемиологии каковы? Ой, направления наши очень большие. У нас хороший штат, квалифицированные работники. И занимаемся мы экспертизой, проводим экспертизу по результатам лабораторных исследований, по проектам предельно допустимых выбросов. Мы проводим экспертизу металлолома, экспертизу, ну, всех объектов внешней среды. При необходимости, если нужно человеку провести, вот допустим, обследование, к нам обращается комитет по опеке и попечительству для проведения обследования жилищных условий о возможности взять в семью того или иного, или там опекунство над тем или иным человеком. И мы готовим экспертные заключения, которые мы передаем в территориальный отдел. Они уже, в свою очередь, говорят о возможности использования этого жилья под заявленные цели. Лабораторные исследования проводятся практически все, что нас окружает. Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны. Мы проводим исследования физических факторов. Это шум, вибрация, локальная и общая. Это инфразвук. Это шум, микроклимат, который включает в себя температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха. Это у нас искусственная освещенность, коэффициент пульсации. Помимо этого мы проводим лабораторные исследования воды. Это централизованные системы, то, что подается у нас в кранах квартиры. Это децентрализованные или не централизованные водоснабжения. Это колодцы, скважины. Кроме того, вода водоемов, сточная вода, ливневые сточные воды. Помимо этого мы проводим исследования продуктов питания. Всевозможных. Это и мясо, и молоко, и рыбы, хлебобулочные, мукомольно-крупенные. Направления здесь по продуктам питания очень разные. Начиная от микробиологических исследований, заканчивая физико-химическими или санитарно-гигиеническими исследованиями. Которые включают в себя исследования на токсичные элементы, на пестициды, на микотоксины, исследования жирнокислотного состава, на астерины. Вы сейчас слышали, очень много в передаче о том, какая продукция выпускается нашими производителями в плане продуктов питания. Соответствует она определяемым санитарным или вообще, в принципе, требованиям ГОСТа или стандарта. Ну вот, извините, переверну, буквально вчера новость такая пришла, что уже на федеральном уровне. На уровне Госдумы собираются рассматривать вопрос о запрете так называемой сырной продукции. То есть не сыра, а продукта похожего на сыр, который в основном строится на растительных жирах. Вот вы же тоже такие анализы проводите, да? Проводим, проводим, да. Поэтому здесь исследования настолько они обширны, настолько они объемны. Поэтому мы проводим и производственный контроль, если к нам обращаются, и разовые заявки. К нам частные жители, физические лица обращаются. Очень много, особенно сейчас весна, с дачных участков проверить воду. Тем более, что у многих колодцы небольшой глубины 6-8 метров, это верховодка. Поэтому посмотреть, качество воды, можно ли ее будет употреблять для питьевых целей или нет. Таких обращений у нас очень много. Наталья Ивановна, предлагаю посмотреть сюжет, который мы снимали у вас в лаборатории в прошлом году, правда. Но я думаю, за это время мало что изменилось. Просто чтобы наглядно зрители увидели, как вы работаете. Но потом продолжим разговор. Как раз те вопросы, которые прозвучат в репортаже, более подробно мы можем обсудить. Давайте посмотрим видеосюжет. Основной целью деятельности территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области является защита законных прав граждан на сохранение и укрепление здоровья, благоприятную среду обитания, на получение полной и достоверной информации о товарах и услугах. Щелковский центр гигиены и эпидемиологии, работающий не только в нашем районе, но и в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, осуществляет одно из направлений санитарно-эпидемиологической службы и является правоприемником центров Госсанэпиднадзора. Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, их более 90 человек. Они занимаются и контролем качества пищевых продуктов, что является одной из составляющих здорового питания. Результаты исследований свидетельствуют о наличии на потребительском рынке фальсифицированной продукции, в которой жиры животного происхождения заменены на жиры растительной природы. Здесь могут установить, является ли тот или иной продукт подделкой. Осуществляется также и контроль качества молочной продукции путем определения жирно-кислотного состава. Одним из наиболее эффективных методов выявления фальсификации молочной продукции является определение жирно-кислотного состава методом газовой хроматографии и последующее сопоставление его составом, приведенным в нормативной документации. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии также оказывают помощь в разработке и составлении программ производственного контроля. Могут проконсультировать по вопросам прохождения предварительных перед началом работы и периодических медицинских осмотров работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. Здесь также занимаются оформлением и выдачей личных медицинских книжек. Ну вот нам так много всего рассказали. Интересно. Давайте начнем с конца. Вот вы занимаетесь выдачей медицинских книжек. Кому они нужны и вообще что нужно, чтобы ее получить? Ну, медицинская книжка выдается декретированному контингенту. Это тем лицам, которые заняты производством, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов. Те, кто заняты коммунальным хозяйством, это водопроводные станции, это водоканал, это очистные сооружения. Кроме того, те, кто заняты с детством школы, детские дошкольные учреждения. То есть это учителя, воспитатели, да? Да, да, да. Медицинская книжка, она выдается при поступлении на работу. Для того, чтобы получить, необходимо заявление от самого воли о том, что он работает там-то, там-то собирается получить эту медицинскую книжку. И мы, в свою очередь, уже говорим, выдаем ему и перечень врачей, которые он должен пройти в соответствии с 302Н приказом, даем ему как бы такую вот шпаргалочку. И он уже знает, что ему нужно пройти для того, чтобы потом приступить к своим профессиональным обязанностям. Но в конце, после того, как он проходит все медицинские обследования, он в обязательном порядке должен пройти гигиеническое обучение и аттестацию. А что это такое? Как это происходит? Ну, это у вас в центре, естественно, да? Ну, гигиеническим обучением и аттестацией, к сожалению, сейчас занимаются многие медицинские центры. Однако, аттестацией в соответствии со всем законодательством Российской Федерации занимаются только центры гигиены и эпидемиологии. Обучение они могут пройти и в другом, допустим, медицинском центре, но аттестовываться они должны только у нас. К сожалению, вот этого не всегда происходит. Вот, поэтому вот я сейчас обращаюсь ко всем о том, что есть необходимость в проведении, вот если гигиеническое обучение, ну, аттестацию, пожалуйста, к нам. Здесь гигиеническое обучение включает в себя, это очень азоочная программа. Мы показываем фильмы, профилактика то или иной инфекционной патологии, профилактика, вот сейчас наступает весна, клещевого барлиоза или клещевого энцефалита и других заболеваний, связанных с возбудителями, которых являются переносчиками, клещи, вот, и... Давайте вернемся вот к медицинским книжкам. Вот, ну, конкретный пример, да, вот, допустим, мне решил я заняться производством какой-то вот продовольственной продукции, да, значит, мне это вот сто процентов необходимо получить медицинскую книжку. Обязательно, обязательно. Или даже продавать на рынке уже готовые продукции. Обязательно, обязательно. Ну, вот насколько это сложно сделать? Ну, потому что, понятно, у нас такое время сейчас, много объявлений на столбах висит на медицинские книжки, медицинские справки для водительского удостоверения и так далее, да, это же все, ну, так сказать, незаконно или подзаконно, полузаконно, да? Вот, насколько сложнее реально, да, вот, законно получить у вас, сколько это будет стоить? Абсолютно не сложно. Как таковую книжки медицинские мы не продаем. Мы их только выдаем при условии прохождения предварительных или периодических медицинских осмотров. Только в данном случае. И в этом случае она 861 рубль стоит у нас, эта книжка. Ну, это как забланк, да, получается? С прохождением уже обследования. Обследование, да, туда, если в это бактерионосительство входит, то, что они обязаны пройти, чтобы не послужить источником какой-либо инфекционной патологии. Ну, и поэтому человек приходит, пишет заявление, говорит, вот, обучается у нас, получает книжку, проблем никаких нет. И как часто ее надо менять или подтверждать аттестацию? Аттестация, если это пищевая промышленность, если это водоканал, то они проходят один раз в год. Если это общественное питание, торговля, один раз в два года. И детство тоже один раз в два года. Они проходят. Поэтому здесь периодичность, она обусловлена законодательством, вот этим 302-м приказом здраво-соцеразвития. Поэтому здесь уже о том, говорить, нужна она для того, когда человек начинает какую-то профессиональную действие, связанную, вот как я говорила, с продуктами питания, или там с водоснабжением, или воспитателем в детский садик устраивается. Конечно, в обязательном порядке. Потому что Роспотребнадзор при проверке данного предприятия в обязательном порядке интересуется личными медицинскими книжками в соответствии с прохождением медицинских осмотров. С тем, чтобы не допустить вспышки в учреждении, связанной с источником. Если человек, допустим, пришел, не имея медицинской книжки, его допустили до работы, а он является источником, избавив бог там, туберкулеза или кишечной какой-либо инфекции. Поэтому вот здесь уже медицинская книжка, она обязательно. Ну вот еще о тех услугах, которые оказывает Центр, ну так скажем, физическим лицам, гражданам. Мы говорили, что можно принести на пробу воду, либо, понятно, из скважины на участке, либо, наверное, из квартиры тоже можно. Вот что для этого нужно сделать? Приходишь сразу с бутылкой или в начале заявления? Если это зависит от того, что интересует человека. Если это чисто химический анализ, то допускается в бутылке из-под обычной воды. Вот покупается какая бутылка, полтора литра, наливается на доплечиков и приносит. Такую мы бутыль можем принять для лабораторного исследования. Если же это микробиологически, то лучше взять нашу стерильную. Тогда уже гарантия того, что человек неправильно отобрал воду, она-то как бы исключается. И, конечно, лучше, когда отбирает наш сотрудник, потому что он уже опытный, у него имеются сертификаты, каждые пять лет мы обучаемся, подтверждаем свою квалификацию. И человек уже знает, как правильно отобрать воду на лабораторные исследования, на химический анализ. Поэтому в зависимости от того, что интересует, пожалуйста, воду, продукты питания нам приносят. То есть купил в магазине сыр, опять же, сырную продукцию, что-то мне сейчас запало в голову. То есть можно принести к вам, насколько реально соответствует тот состав, который указан на этикетке, соответствует действительности? Опять это анализ платный. Дорого это все? Ну, в пределах без НДС 2,5 тысячи. 2,495, по-моему, вот так стоит. Это именно по молочному? По жирно-кислотному составу, да. Потому что сложный анализ делается на газовом хроматографии. Используется и высокожидкостная хроматография. То есть поэтому, конечно, здесь исследования, они такие дорогостоящие. Очень и прибор в эксплуатации, и реактивы, которые используются для проведения этих лабораторных исследований. Поэтому, к сожалению, мы работаем по пресс-куранту. Пресс-курант утвержден нашим областным центром, который является нашим юридическим лицом. Поэтому изменить что-либо мы, к сожалению, не можем. Ну, а как часто обращаются с такими проблемами граждане? Ну, скажем, анализ воды или продуктов? Вы знаете, если взять за прошлый год период с апреля, допустим, когда начинается вода и заканчивается, наверное, в сентябре, вот так вот почему-то, то, наверное, до тысячи будет человек, кто обратился к нам для проведения вот таких вот исследований. То есть здесь люди интересуются, сейчас становятся все грамотными. Они же хотят посмотреть, какая вода, потом поставить фильтр для того, чтобы снять тот или иной элемент. Смотрит железо много, значит, может быть, фильтры те, которые убирают железо, жесткость высокая. Значит, нужно что-то ставить для умягчения воды. Поэтому здесь уже, конечно, люди все хотят питаться и пить хорошую, качественную воду. Естественно, что они заинтересованы в проведении лабораторных исследований своей воды, которая есть у них на участках, ну, допустим, или льется из-под крана. Очень много жалоб идет, которые поступают к нам. Вот за прошлый год у нас было 83 жалобы обращения жителей именно на некачественную воду. Но это уже имеется в виду централизованную воду? Централизованная, да. Это, как правило, цветность, мутность, железо присутствие. Ну, жесткость реже. Вот в основном цветность, мутность и железо. Вот это вот больше, ну, это беда нашего, так скажем, района. Ну, а так и сейчас все равно, вот и администрация нацелена на то, чтобы уже в прошлом году шесть станций обезжелезния были приняты. И в этом году планируется еще запуск несколько. Поэтому, конечно, все идет к тому, чтобы улучшить качество подаваемой воды населению. Ну, с водой более-менее ясно, но это, наверное, этим не ограничится, да? Вы в начале программы сказали какие-то еще, достаточно, может быть, не знаю, с точки зрения обывателя, экзотические оценки состояния окружающей среды. Да. Это и радиационный фон, да, и, не знаю, загрязненность воздуха. И атмосферный воздух. Когда обращается на запах, вот такой неприятный запах, от которого болит голова, ухудшается самочувствие, появляется першение в горле. И мы отбираем, ну, как правило, это токсикология, мы отправляемся в областной центр. Это может быть мебель, это может быть обои, которые послужили причиной вот такого вот недомогания. Также вот воздух закрытых помещений мы смотрим и в детских, и в школах, смотрим на запыленность, на определенные химические вещества, как наши дети в спортивных залах занимаются, соответствуют или не соответствуют это санитарному законодательству, находятся в пределах предельно допустимых концентраций или же выше. Ну, вводные дома, конечно, сейчас в связи с выходом нового технического регламента о строительстве, к сожалению, санитарная служба не принимает участие в приемке жилья. А как же защита прав потребителей? Почему вас обделили такую работу? Ну, вот уже это вопрос, наверное, не к нам. А, к сожалению, вот обращаются к нам жители из новых домов, когда лифт ходит, работает, шумит, мешает нормальному проживанию. Хотя в 10 статье этого технического регламента четко сказано, чтобы сдавались дома и не ухудшались условия проживания людей. Если человек жалуется, то значит, ему уже плохо. Ну, вот жалуются иногда и на запах, это аммиака, на запах, вот еще когда только, допустим, заселяется, еще нету обоев, нету мебели, которые могли бы спровоцировать вот эти запахи. Именно это, может быть, строительные материалы. Кроме того, вот именно, конечно, очень много на шум и на вибрацию, особенно когда ИТП, это инженерные технологические пункты, расположенные сейчас в жилых домах, вот горячая вода, когда вот подается, они начинают работать, особенно в зимнее время. К нам вот жители часто обращаются с тем, чтобы, ну, помочь в этой ситуации провести замеры шума, соответствовать, не соответствуют они предъявляемым требованиям. Мы выезжаем и днем, и ночью. Наши сотрудники выезжают вместе с управляющими компаниями, вместе с территориальным отделом, проводят замеры, и потом выдается экспертное заключение, в котором говорится о том, или да, соответствует, или нет, не соответствует, для того, чтобы дальше уже принимались меры или к эксплуатационным организациям, или же, вот, допустим, к строительным. Ну, а что-то реально можно сделать, потому что дом построен, уже сдан, да, без вашего участия, как вы сказали, но, тем не менее, шум лифта или этих технических функций превышает. Конечно, можно, конечно, можно. Усправляется это вот? Да, да, это же можно, они наладки, они вызывают там организации, кто обслуживает лифт, они там смотрят, где проходит шум, делают определенные исправления, ремонтные работы для того, чтобы исключить вот эффект шума в жилых квартирах. И то же самое с ЭТП, может быть, даже вплоть до каких-то шумозащитных мероприятий. Может быть, то помещение, где устанавливается, или это установка ЭТП шумоизолирующими материалами, покрывать с тем, чтобы звук не доходил до жильцов. Конечно, все это очень сложно, особенно если продовольственные магазины находятся на первых этажах жилых домов, и жильцы начинают жаловаться. Машина приезжает, разгружается. На погрузочные, разгрузочные. Хотя в санитарных правилах записано о том, что загрузку и выгрузку должны осуществлять семи до 11, а сейчас до 10 часов и не позже. Поэтому те торговые организации, которые большие находятся в жилых домах, конечно, они обязаны соблюдать вот эти условия. Спасибо, Наталья Ивановна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог», исполняющая обязанности главного врача филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области, в Щелковском районе. Не буду перечислять все муниципалитеты, Фрязин, Лосина-Петровский и так далее. Королев юбилейный Наталья Новикова. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня исполняющий обязанности главного врача филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области, в городах Лосина-Петровский, Фрязин, Королев юбилейный, в Щелковском районе, Наталья Новикова. Еще раз, добрый вечер, Наталья Ивановна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы, связанные, естественно, со сферой защиты прав потребителя. А мы продолжим наш разговор. Наталья Ивановна, чтобы закончить тему работы лаборатории вашего центра, мы увидели в виде сюжета в первой половине нашей программы о том, как это все на высоком уровне. Я знаю, что наша лаборатория одна из лучших в Московской области. Тут можете хвастаться, можете нет. Да, да. По количеству лабораторных исследований мы стоим вторые за областным центром. То есть, если областной центр в прошлом году 189 тысяч там с лишним исследований провел, то мы вот 169, остальные, так скажем, тысячи. Остальные, я уже не говорю там в единицах, а остальные. А остальные уже там ниже. То есть, конечно, квалификация и нашего персонала, и качество проведения работы, конечно, у нас на высоком уровне. Но все равно, вот мы видели, да, у вас такая сложная техника. Сотрудники, конечно, высококвалифицированные. Но все равно, наверное, какие-то проблемы бывают. Ну, скажем, вот сложный анализ, да, какие-то химические реагенты или реактивы. Вот хватает их для того, чтобы такое количество проводить исследований? Вы знаете, хватает. Потому что, как правило, закупками занимаемся или мы сами, или наше юридическое лицо, которое перед началом каждого года спрашивает, кому сколько чего нужно. Мы пишем в отдел закупок вот то-то, то-то и то-то. И, как правило, выигрываются контракты. И поставки у нас, слава богу, пока не срывались. Поэтому надеемся, что и впредь у нас будет такая же ситуация, что мы не будем ни в чем нуждаться. Поэтому мы стараемся проводить все исследования на высоком уровне, с хорошим качеством. Для этого у нас есть все условия. Как вы сказали, и оборудование у нас очень современное, и с реактивами. И стараемся мы идти все-таки вот те методы и методики, которые совершенствуются. Кстати, жирно-кислотный состав истерины из области делается всего 4 центра. Это вот по молочным продуктам, да? Да, из 16, в том числе и мы. Поэтому, конечно, мы всегда стараемся идти, так скажем, на острие времени. И основное то, что заботит наших потребителей, мы стараемся внедрять у себя. Потому что, когда разговор шел о жирно-кислотном составе, мы купили оборудование. А потом, для того, чтобы правильно оценить качество этой продукции, есть ли там растительные жиры или они отсутствуют, необходимо было приводить еще и на стерины. То есть это показатель присутствия растительных жиров. Мы докупали еще оборудование для того, чтобы провести уже полное исследование молочного продукта. Поэтому, конечно, за реактивами мы этим очень следим. Давайте вернемся к теме защиты прав потребителей и товаров, и услуг, как говорится, по всем направлениям. Я знаю, что у вас при центре существует некий консультационный пункт для граждан. Что это такое, как он работает и как он консультирует? Вы знаете, у нас даже, я не знала, что такой вопрос будет, но хотела бы его, в принципе, озвучить. И я взяла вот маленькую шпаргалочку, попросила нашего юриста, который занимается именно этим разделом работы, с тем, чтобы она подготовила, и мы могли бы вот эту проблемку здесь озвучить. Ну, основной целью деятельности нашего консультационного пункта является повышение уровня правовой потребительской грамотности населения и развитие на ее основе Института самозащиты права. Основные задачи – это информирование и консультирование населения о потребительских правах граждан и по вопросам правоприменения потребительского законодательства в отдельных секторах потребительского рынка. Ну, что такое потребитель, да? Потребитель – это гражданин, который заказывает, приобретает, использует товары, работу, услуги или намеревается это сделать исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. И здесь вот наш консультационный пункт в лице нашего юриста, вот Дубиной Даниэль Камильный, очень грамотного юриста, который помогает в составлении претензий, исковых заявлений, если у человека случается та или иная беда, он обратился в торговое предприятие, и оно ему отказало по какой-либо причине. Естественно, куда он пойдет, да? Он идет искать защиту в Роспотребнадзор. Наталья Ивановна, давайте вот мы о практической стороне поговорим чуть позже. У нас есть звонок от наших зрителей, поэтому давайте приоритет зрителям ответим, тогда продолжим о работе консультационного пункта. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья Ивановна, можно вам задать вопрос? Смотрите, руководители организаций, находящихся на нашей территории, Щелковского района, проводят ли контроль своей продукции? И проверяются ли лабораторно-медицинские организации также нашего района? Ой, что я могу сказать? Для того, чтобы... Такой очень обширный вопрос, я понял, да? Да, да, да. То есть это производство, я так понимаю, и продуктов питания, да? И продуктов питания, и медицинские учреждения. К сожалению, на территории нашего района не все, как и пищевая промышленность не вся, так и лечебные профилактические учреждения заключили с нами договора на проведение производственного контроля. Ведь приходя в лечебные учреждения, да, мы должны гарантированы о том, что мы не заболеем ни СПИДом, ни гепатитом В, то есть теми заболеваниями, которые передаются через кровь. А для того, чтобы знать, надо знать качество стерилизующей аппаратуры, эффективность его работы, как сухожировые автоклавы, как они работают правильно, неправильно, выдерживают ли они режимы стерилизации того или иного инструментария. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все лечебные учреждения проходили бы производственный контроль. Для того, чтобы придя в лечебные учреждения, ты знал, что у тебя твои права, вот как гражданин, они защищены в этом плане. То же самое по продуктам питания, и не только продуктам питания. И также это и промышленные предприятия. Люди должны знать, в каких условиях они работают. Если там вредность или нет, воздух рабочей зоны, необходимы ли средства индивидуальной защиты, если это связано с шумом. Может быть, человек работает, там есть локальные или общие вибрации, от которых тоже необходимо защитить работника, чтобы потом его производственная деятельность не послужила возникновению профессионального какого-либо заболевания. Поэтому, конечно, к сожалению, к сожалению, ну, я не знаю, наверное, процентов 30, может быть, 35 только из всех предприятий, которые есть на территории, заключили с нами договора. Я не говорю уже о парикмахерских, когда приходят люди делать маникюр, педикюр, и не знаю, какими инструментами тебе это что делается. Потому что по Щелковскому району, вот можно назвать всего 3-4 парикмахерских, которые с нами работают уже постоянно на протяжении длительного времени. Остальные вот считают, что уклоняются. Что нет, не надо нам. Но никто не знает, что есть санитарные профила по профилактике гепатита B, где там четко записано, что необходимо проводить лабораторные исследования инструментария. Независимо от того, как вы работаете, то есть, ну, от формы собственности. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы предприятия в плане производственного контроля все-таки обращались к нам. Вот частный вопрос такой, да, раз уж речь зашла о парикмахерских. А парикмахеры должны иметь медицинские книжки? Да, в обязательном порядке. У нее, она также должна проходить все необходимое обследование в соответствии, вот как я уже говорила, с 32Н приказом. Ну и вот, если глобально все сделать вывод, да, по поводу вопроса нашей зрительницы, инициатива от кого должна исходить, чтобы контроль был надлежащий, да? Конечно. Как вы сказали, всего 30-35%. Конечно, от производителя. Хотя вот мы на начало года, начиная свою договорную кампанию, мы рассылаем письма по электронной почте, посылаем о том, что мы проводим вот такие-то лабораторные исследования, предлагаем свои услуги, пожалуйста, приходите, мы рады с вами сотрудничать. Однако, к сожалению, очень мало кто обращается по этому вопросу. Давайте вернемся к работе консультационного пункта для потребителя, о котором мы начали говорить. Вы сказали, что есть юрист, который решает какие-то споры, особенно, скажем, с торговой сетью или, может быть, просто с производителями. Но это уже, как говорится, говоря по-русски, да, уже когда петух клюнул, да, вот человек не знает, что делать, приходит к вам, да? Да, да. Ну, а вот заранее можно как-то получить какую-то грамоту? Да, конечно. Обучиться грамоте потребителя? Конечно, конечно. Этим вы занимаетесь? Занимаемся. Здесь можно получить полную информацию. Я могу сказать телефон 486, это код 56-684-45. Спросить юриста и сказать о том, что у вас интересует вот такой-то вопрос, я хотела бы получить консультацию. Ну, есть предварительная запись, вы записываетесь и приходите, и получаете всю информацию, которая вас интересует. Если можно еще раз повторить номер телефона, кто слушает, наверное. 496-566-84-45. Спасибо. Пожалуйста, и мы к вашим услугам. Любопытную информацию с вашего сайта увидел. Ну, вот это касается работы, наверное, того же консультационного пункта, что у вас, скажем, примерно раз в месяц, раз или чуть чаще, проводятся разного рода горячие линии, так называемые. Вот что такое, я даже себе пометил, в этом году только было. По вопросам приобретения товаров и услуг, по тематическому консультированию граждан в рамках чемпионата мира по футболу, по качеству продуктов питания и срокам годности, а также по отказам в оплате мелкими монетами и банковской карты. Ну, вот эти 4, если можно, да, вот как проходит эта горячая линия, причем там с какого-то определенного числа по какой-то, да, в течение недели примерно, да? Да, да, да. Вот что это такое, как часто обращаются граждане по этими вопросами? Ой, вы знаете, обращений очень много, потому что люди, вот я как говорю, сейчас уже очень грамотными становятся, и все хотят получить полную информацию, чем они питаются, как правильно посмотреть, как оценить качество товара. И они к нам звонят. И тематическая линия, допустим, по продуктам питания проходит, горячая линия, звонок, вот по этому телефону принимается, человек задает вопросы, ему полностью идет информация, что так и так, или так, или так. Если же это касается по чемпионату мира, то здесь мы уже говорим о том, что, допустим, наш район будет задействован, но в плане каком? Наши кадры лабораторного звена будут проводить лабораторные исследования на базе областного центра, потому что ожидается, что в период чемпионата от 100 до 150 проб будет поступать туда, и, естественно, они своими силами не смогут справиться, и вот они от близлежащих районов будут приглашать к себе специалистов для проведения лабораторных исследований. И по банковским, ну, здесь, да, действительно, уже обращаются к юристу и говорят, как правильно поступить, если, допустим, банкомат не принимает ту или иную купюру, и как дальше там действовать. То есть вот здесь, вот это именно на телефоне определенное время, допустим, неделя дается, пока идет тематика по этому вопросу, и люди стараются названивать и спрашивать. Ну, так вот, наверное, идут вопросы. Ну, в общем, результат есть, да? Ну, есть. Жители довольны, так скажем, да? Да, да. Тем, что вы делаете. Наталья Ивановна, есть еще один звонок, давайте послушаем и ответим на вопрос. Добрый вечер, слушаем вас в эфире. Наталья Ивановна, добрый вечер. А скажите, пожалуйста, вот говорят, ну, весна, грипп, эпидемии, болезни разные ходят. Вот, а как у нас вот в районе, а то новости послушаешь, в Москве там корь какая-то или еще что-то, а у нас вот чем-то люди таким болеют, и как вообще вот сейчас с этими эпидемиями обстоит? Я услышала вас вопрос. Вы знаете, за эпидсезон, эпидсезон по гриппу, это начиная с сентября месяца и заканчивая где-то апреля месяцем, у нас привито против гриппа 45% населения. То есть мы идем на уровни области. Вот область себе дала установку, да, что на 45% для того, чтобы создать хороший защитный барьер, привить вот это количество населения. Ну, естественно, с тем, чтобы и остальные районы Московской области также приближались к этому числу. И вот мы на 45% вышли. Эпидемии гриппа вот в этом у нас не наблюдалось. Были повышенные заболевания, но эпидемии, как таковой, не было. Вообще грипп в структуре всей заболеваемости района занимает 95%. Вот, остальные 5% они идут на воздушно-капельную инфекцию, на кишечную инфекцию и прочее. По коре, по коре в этом году у нас не было. В прошлом году у нас были случаи по Королеву, два случая. По-моему, один у нас по щелку были, но это единичные спорадические случаи. У нас не было, опять же, вспышечной какой-либо заболеваний ни в организованном коллективе, ни, так скажем, в домашнем очаге. Но я хочу сказать, что корь, она входит в национальный календарь прививок. И этот национальный календарь прививок начал действовать с 31 января 2011 года. И в состав национального календаря входит 12 прививок. Вот если сравнивать с Европой, с Западом, то там 25. То есть мы в два раза меньше делаем прививок, чем за рубежом. А болеем чаще? Или есть такая статистика? Ну, вы знаете, нет, такой вот статистики, к сожалению, не проводится. Нет, у нас, я не могу вам сказать, больше мы или меньше мы болеем. Возможно, по каким-то нозологиям может быть больше, по каким-то мы меньше работаем. Но вот эти вот 12 прививок, они вот обязательны. Да, вот если, допустим, интересно, можно рассказать, что в первые часы прививаются от гепатита B. Что, допустим... Это с момента рождения еще совсем, да? Да, 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 когда совсем еще маленькие. Вот. На третий-четвертый день от рождения BCG делается. В два месяца делается прививка от пневмонии. В три-четыре месяца делается АКДС. Это против коклюши, дифтерии, столбняка. Также делается в этот период и против полиомиелита. И гемофильной инфекции. В один год делаются против кори, краснухи, паратита. Ну и начиная вот с 2007 года, как и детское население, так и взрослое население обязательно входит эта прививка против гриппа. Но против гриппа прививаться, наверное, надо постоянно? Ну, перед началом эпидсезона. Здесь уже вот начиная с сентября месяца, с тем, чтобы создался хороший иммунитет, конечно, нужно прививаться. И человек, даже если, вот говорят, я привился и заболел, даже если он заболеет, тоже тяжелых осложнений, которыми характеризуется грипп, их не будет. А тоспы сейчас уже не прививают? Да, тоспы уже, вот, слава богу, вроде бы как считают, что она ликвидирована. Хотя там были случаи буквально 2-3 года назад какой-то был небольшой очаг у нас. Ну, в стране, не в области даже. Или это завезенные, может быть? Может быть, но, во всяком случае, у нас вот такого не было по нашей линии, вот сообщений, принятия каких-либо экстренных мер, нет, не было. Ну, вот, кстати, если говорить, да, о завезенных инфекциях, сейчас все-таки наступает летний сезон, многие наши граждане собираются в экзотические страны, несмотря на санкции и так далее, да, вот, что бы вы посоветовали тем, кто едет, ну, так скажем, дальше традиционных маршрутов, нужно ли делать какие-то прививки и от чего? Да, если они едут в страны Африки, в зависимости от того, они, конечно, должны знать, куда они едут и от чего им нужно прививаться. Не так вот захотел и поехал. Прежде чем ехать куда-то, конечно, надо познакомиться с той страной, куда ты едешь. И в Москве существует центр прививочный, куда обращается, к сожалению, он только вот один, обращается и говорят, что я еду туда-то, туда-то, и ему уже говорят о том, против каких, допустим, инфекций ему необходимо привиться. Вот так у нас, вот, когда территории нашего района, этого нет. Нет, этого нет. Ну, и еще одна такая весенне-летняя тема, как раз для тех, кто не поедет в Африку и другие далекие страны, я имею в виду, конечно, это проблема клещей, которые каждый год у нас встают очень остро. Вот что вы посоветуете, как от них спасаться и что делает, в частности, ваш центр, чтобы как можно меньше было, ну, укусов-то, наверное, хотя от них тоже можно, да? Нет, если за прошлый год у нас было 361 укус. Это по району, да? По району, по району. Ну, я хочу сказать, что Челковский район не попадает в число эндемичных по клещевому энцефалету. Вот только Дмитровские и Талдомские районы, вот там, возможно, находок эксодовых клещей, кто является переносчиком клещевого энцефалета. Но на территории нашего района можно встретиться с другими инфекциями, которые передаются клещами. Это такие, как клещевой барлиоз или болезнь Лайма, моноцитарный анаплазмоз или горлоцитарный эрлихиоз. Поэтому, конечно... Это вообще опасная болезнь для людей? Ну, да, если в свое время не начать лечение, то это заканчивается воспалением паутинной оболочки головного мозга и, ну, так скажем, легкой формы параличи и полупараличи могут быть вплоть до, возможно, даже до летального исхода. Поэтому, когда мы с вами идем в лес, то в обязательном порядке нужно одеваться так, чтобы не было доступа к клещам. То есть плотно облегающие брюки, плотно облегающие рукава, манжеты, чтобы они застегивались. Лучше всего одеваться с капюшоном, чтобы закрыть часть. И сапоги, потому что клещи располагаются, как правило, на высоте 20-25 сантиметров на травке. Сидят и ждут, пока пройдет теплокровное животное. Ну, теплокровное животное или человек. Ну, или чернотожное животное, конечно. Да, во всяком случае, с тем, чтобы потом на него запрыгнуть и уже при укусе он выпускает возбудителя в кровь. И, ну, как правило, страшными являются эти ксодовые клещи. И вот дармоцентр, у нас вот видовая принадлежность, они, как правило, не являются переносчиками вот этих заболеваний. А ксодовые клещи, да, они вот опасны. И здесь, как правило, обращается в наш областной центр. Там определяет видовую принадлежность и смотрит, есть или нет возбудителю этого клеща. Если есть, то человек в обязательном порядке проходит амбулаторное лечение. И последний вопрос, Наталья Ивановна, ну, это вот в продолжении темы клещей, да? А, допустим, в ваш центр, можно в ваш центр обратиться, чтобы обработать участок против клещей? Да, это проходит аккорицидная обработка, но мы не проводим. Это проводит ДЭС-предприятие, которое располагается на нашей территории, тоже Советский дом 6. Находится оно во дворе. Вот обращаться туда, и там они уже проводят. Но перед тем, как провести, нужно, конечно, провести покос травы. Потому что на скошенной траве, на низкой, клещей нет. Проводится аккорицидная обработка, особенно это когда лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря, вот вокруг лагерей, обработка с тем, чтобы дети, которые отдыхают в летних оздоровительных учреждениях, не стали бы объектами укуса клещей. Большое спасибо, Наталья Ивановна, за интересный рассказ, за предупреждение, за практический совет. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Продолжение следует...